Всем доброго времени суток! Спасибо всем, кто поучаствовал и откликнулся. Кому нравятся буфеты, а кому навесные ящики на кухне. Было очень интересно почитать. Ну что, приступаем к обзору. Сынок, я за тобой скучила! Севка приехал, маменька такая довольная выбегает. Сыночек вернулся. Ничего, сейчас раскучишь. Ушат холодной воды приготовлен. Правда, в этом видео он не пролился. Ну, так, знаете, Севка вызверился только, и на этом все. Но когда он на нее прольется, мало ей, конечно, не покажется. Мне тоже интересно посмотреть на реакцию ТВ-шки в этом отношении, как она себя поведет. В принципе, я догадываюсь, что будет. Вот как раз-таки мы и проверим, насколько она говорила. Мне все равно. Это твои гроши. Как хочешь? Хочешь, руби. Хочешь, давай. Хочешь, не давай. Не проблема. И Севка еще возмущался и говорит, мама, ты же мне запрещала. Ты же первая говорила. Нет, сынок, нет. Ради бога. Хочешь, делай. Хочешь, давай. Мне все равно. Ну, вот и посмотрим, насколько же ей все равно. Ой, сыночек, я посмотрела видео. Как ты с этим Юрой похож? Правда, отец и сын. Похоже, свинья на ежа. Да щетина не та. Ну, ничегошечки общего. Севка ляпнул, и она уже подхватила, и где-то там увидела похожие черты лица. Ничего общего. Вообще. Вот от слова совсем. Ой, баба Таня, не те видео сына вы смотрите. Смотрите другое. Там на 42 минуты аж снято. Вот эта пачка денег, которая в самом начале ролика всплыла на свет божий. Вы на нее гляньте. Посмотрите, как Надя чувствует себя после операции. Как она бегает, порхает, в каком она азарте и в восторге, просто невообразимейшем. Ну, как только она узнает, точно будет вызывая милицию, вызывая скорую. Что начнется? Это будет просто буря. Ну что ж, посеявший ветер пожнет бурю. Посеявший бурю пожнет какой-нибудь тайфун. Ураган. Мало ей не покажется. Севка и так на нее злой. Если она будет продолжать себя вести в том же духе, вот правда, она нарвется на крупнейшие неприятности со стороны севки. Он и так уже. Так, покажи ногу. Показывает. Ногу не мазала? Нет, не мазала. Нога отекшая. Вот сколько он ей мазал, и она до сих пор не знает, чем это делать. А чем это делать? Я не знаю. Там столько всякой всячины, понятия она не имеет, какую из этих мазей взять и намазать. Поэтому она никакую не брала. Да любую. Он ей несколько раз говорил, вот крема для того, чтобы у тебя ноги не шелушились. Намажь. Она ведь чувствует эту стянутость кожи. Неужели самой не неприятно вот это все? Сидит. Она видеосевки смотрит. Где он, чем занимается. Когда севка ей взялся мазать, она как засыка под руку лезла. Вот это бери. Да, 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 сынок. Вот этим, вот этим намажь. Да, вот эту возьми. Ага, да, все правильно. Тогда она все знала. Вот под руку ему вот это говорить, это она запросто. Но как только сама, все, она уже не знает, а какую ей именно взять. Понятия она не имеет. А почему не мажет? А потому что привычки нет. Она раньше сидела и в видеосевке с такой гордостью говорила. Не колыны пользовалась кремами. Никогда, ни разу. Ни лицо не мазала, ни руки, ни ноги. Никогда. Знаете, естественная срамота у нее. Зачем ей стараться? Вот поэтому и сейчас она этого не делает. Бровям она хвасталась. Никогда форму не придавала. Вот як вон и ростуть, как колосились, так и нехай. Нехай будет так. Вона завжди красавица. Носки напялилась. Евка говорит, зачем тебе эти носки? Ты, говорит, для чего я их надела? Тебе холодно? Нет. Чтобы шерсть собирать. Вот для чего она их надела. Не хочет она ноги пачкать. Так, пусть на носки. А какая разница? Она потом в этих же носках плюхается в постель. Какая разница, ноги у нее будут в этой шерсти или в носках она притащит их на кровать. Разница в чем? Полы мыть не пробовали? Есть другие способы. Не на носки собирать, а на швабру. И все это вымывать, выливать эту воду. Надя изо всех сил старается вытянуть себя из болота, в которые сама же себя изогнала. Но она берет себя в руки. Севка пришел к Сайгаку. Ну и был разговор с Надей. Следит она, конечно, за собой. Эта клушка только квахтать умеет. Ноги, как колоды. Она будто не видит. Колено тоже, как у слона. Отеки. Ей плевать. А она ему претензии предъявляет. Не позвонил, когда вернулся. А то, что он столько времени провел в дороге и за рулем. Ничего. Она об этом не думает, что ее ребенок... Ладно, это зрители бы написали. Ты что там видео не выкладываешь? Мы тут там ждем, например. Да? Кто прям ждет от него каких-то известий. Там переживают. Ну, она-то мать. Это же ее кровная дитятка. Сказала бы, ну, понятное дело. Да, сыночек, ты отдыхаешь. Все понимаю. Ничего страшного. А Ирия внучкам почему не предъявляла претензии, что они уехали и не соизволили ей сообщить, что они уехали на Западную? Никто ей не сказал. Это, кстати, тоже показатель. Очень хороший показатель того, что нафиг она никому не нужна. Никто не собирается с нею считаться. Никто не собирается ей вообще ни о чем докладывать. Захотели – поехали. Захотели – вернулись. Если бы не Севка, она даже не знала бы. Они элементарно не созваниваются. Вот Ира бы вот эти три дня, сколько они ездили, не звонила бы, и она бы не соизволила позвонить. Севке она звонила туда. Ты где? Ой, перезванивает. Говорит, я забыла о тебе попытать, а на чем ты поехал? На машине чи на чем? Пешком пошел. Севка рассказывает, устроил гонки на дороге с другим водителем. Говорит, влетел между двумя фурами, скорость по 200. У меня не, нема, нема. Зато говорит, вот если я один раз сделаю ошибку, второй раз я ее уже не повторю. Это, слава богу, если будет шанс на вторую ошибку, а то ведь могло случиться всякое. Вот мало того, что человек о себе не думает, что с ним что-то случится, и он лишится жизни. Он не думает о том, что за ним кто-то в семье будет переживать. Хотя, опять-таки, я даже не знаю, будет ли кто-то за ним переживать. Ну вот, может быть, бабка будет, потому что лишилась возможности красивой жизни. А то, что он еще навредит другим людям, а если вот навстречу кто-то поедет, или вот эти фуры, водитель как-то не так среагирует, и случится страшнючая авария. Человек-эгоист, вот он думает исключительно о себе. Вот он спешит. Ему надо быстрее. Гости к богу, не бывает опозданий. Кто спешит, тот всегда прибудет вовремя. Вот сразу непонятно ему было, что нельзя этого делать. Вот только когда он попал и понял, что, опа, он как в западне там. И ему пришла мысль, я сделал ошибку, но больше я ее не повторю. Я осознал, это была ошибка. Сразу надо было думать об этом. Как я уже сказала, он записал кусочек разговора с Надей, она рассказывала, как прошла подготовка к операции. Написала зрительница, что Надя через год опять все это нажрет, не радуйтесь. Почему не радуйтесь, не радуйтесь. Радуемся, что прошла нормально, хорошо, благополучная операция. Что будет через год с нами всеми, неизвестно. Но на данный момент, вот на данную минуту, что можно сказать в отношении Нади? Прошел год, и Надя за этот год она только похудела. Хотя многие писали, она не сможет, у нее ничего не получится, она врет про свой вес. Мы прекрасно видим, что Надя в объемах уменьшилась и уменьшилась капитально. ТВ-шка орала, вон она не сможет. Но она пусть за собой следит. Она не может. Она, конечно же, судит по себе. Если она не может заткнуть свой рот и не жрать то, что ей нельзя, конечно же, она считает, что и Надя не сможет. Если Надя там в какой-то момент себе позволила какую-то слабину, да это ни о чем не говорит. Все люди не роботы. Все срываются. Кто пытался сбросить вес, прекрасно знают, что это происходит, да. Сбрасываешь, потом набираешь, потом снова сбросишь, когда понимаешь, что ой, нет, стоп, лишних 1-2 килограмма набрались. Не стоит, потому что еще не дошел до той нужной точки, которую ты сам себе наметил. А кто-то опускает руки, бросает и, да, разъедается еще больше и так и остается. Там еще какие-то дополнительные начинаются проблемы и человек уже не может сбросить по каким-то причинам этот вес. Разные ситуации происходят с людьми. Никто не знает, может быть, так и будет с Надей. Да, наест снова. А может быть и нет. Время покажет. Живы будем. Будут показывать Надю. Все узнаем. Надя сама наела, сама и сбросила. Единственное, что Севка предложил ей эту операцию оплатить и она согласилась. С ножом у горла она не стояла и ничего для себя не требовала. С другой стороны, он не чужой дядя с улицы для нее. Они уже давно общаются и общаются достаточно близко, достаточно тесно. Вот судя по тому, как у них постоянно происходит вот это общение по вайберу. К тому же Севка, почему он ей помогает? Он видит Надя на стремление, вот это упорство помочь себе. И он готов ее поддержать. Вот мать в этом отношении, да, она безалаберна, она элементарно не хочет делать. Она может ухаживать за собой, но ладырина первостатейная. Уже и ради контента он эту грязнулю, вечно грязную кузю, взлохмаченную, он не хочет снимать. Наш, как трубочист, городская замурзыза. Надю похвалились, что она хорошо ухаживала за собой, там в больнице. Говорит, надо же, нет ни опрелости, ни покраснения, хотя столько лишней этой кожи и хоть ну что-то, но должно быть, а ничего нет. Надя говорит, так я аж по 4 раза на день моюсь, пользуюсь там всякими присыпками, кремами. Летом, вот которое лето наступает, она с ума сошла бы вот с этой шкурой висящей. Она похудела вот так вот сильно, вот только этой зимой. И еще не было вот так, такого дискомфорта, как если бы она терпела бы еще плюс все лето. Еще писали, ну как не старался бы Севка, красотку он из нее не сделает. А вот Марина симпатичная. Ну, во-первых, кто из Нади делает красотку? Я вообще не знаю, откуда такая информация. Ни Севка об этом не говорил, чтобы прям сделать ее молоденькой 30-летней девушкой. Ни Надя об этом речь не ведет. Севка постоянно говорит, самое главное, чтобы ей было легче. Убрать это все, чтобы она могла жить полноценной жизнью нормального человека. Ей помог Севка, зрители помогли тоже улучшить качество жизни. Суставы заменили, да, оплатили эту операцию. Вот Севка лишнюю кожу помог убрать. Никогда не велась речь о красоте. Все говорили о том, что ей легче будет ходить. Она ведь вообще не могла двигаться. У нее суставы были стерты. И дело не в весе, как опять же таки писали зрители. И с нормальным весом у людей бывают такие проблемы. Кто же, кстати, об этом же мне писали зрители. Насчет внешнего вида. Кто симпатичнее, Надя или Марина? Ну, каждому свое. Надя была замужем. Нашелся человек, которому она приглянулась. А вот такая симпатичная, умная Марина не нашла свою пару. Не с лица воду пить. Марина душнила. Да, она знает больше, чем Надя, но она же задолбит, как дятел любого. Я бы предпочла, если бы передо мной стоял выбор, находиться в обществе Нади, чем в обществе Марины. Еще одна зрительница написала, что набросились на Марину, что она дифирамбы не стала петь Наде после операции. Ну, все извратили абсолютно. Какие дифирамбы? Никто не говорит о дифирамбах, чтобы она говорила, «Надя, ты такая умница, какая ты стала красивая, да замечательная». Разве об этом речь? О человечности речь. Элементарно пожелать человеку выздоровления, которая после операции выставила себя глупой, ревнивицей, неспособной владеть собой, и своими чувствами. Вообще, я заметила, эмпатию у Марины нет абсолютно. Она не любит ни животных, она не любит людей, никого в этой жизни. Пустышка, никчемная, не способная никому сострадать. Вот такой я вижу Марину. Ну и что мне вот с ее лица, если пустая? Что толку от красивой тарелки, если она пустая? С людьми так же. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok